Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Иеремии, мы сейчас обратимся к 30 главе. 30 глава начинает собою в каком-то смысле новый раздел в книге пророка Иеремии. По крайней мере, так принято думать среди исследователей. Датировка этих пророчеств до некоторой степени затруднительна, потому что в этих пророчествах, 30-й и последующих глав, мы обнаруживаем некоторые детали, которые скорее свидетельствуют о времени после гибели царя Иосии, о времени при его преемниках Селики и Акиме, времени Вавилонского завоевания. Однако есть и детали, которые склоняют исследователей к тому, чтобы думать, что наоборот это время до 609 года, до гибели царя Иосии. С точки зрения современного читателя, по большому счету, датировка 10 лет туда, 10 лет сюда от 609 года не так принципиально. Важно, что основные напряженности, тяготы, проблемы и надежды израильтян этого времени более или менее одинаковые. До и после 609 года отличаются, может быть, только степень и интенсивность тяжести всех сваливающихся на Иерусалим. Правильно? Гораздо важнее, конечно, не столько датировка и исторический контекст, сколько содержание, содержание этих глав, которые по праву могут быть названы центральными в книге пророка Иеремии. Центральными, потому что здесь Господь говорит некоторые очень-очень важные вещи. И тема номер один, главное, о чем говорит Господь, это разорение, разрушение и восстановление. По-видимому, знаете, пророчества, которые звучали из уст пророка Иеремии о неизбежной гибели, о неизбежном вавилонском завоевании, причиной которой является предательство завета, предательство народа по отношению к Богу. Вот здесь в первую очередь Господь добавляет к этому слова о том, что будет также и восстановление. Такое впечатление, что записанные в книге ранее пугающие пророчества разорения Господь счел нужным дополнить или пророк счел нужным дополнить записанное вот этими словами о грядущем восстановлении. Потому что это действительно сильно отличается от того, что говорилось раньше. Вот такая взвешенность, одновременность, обетование того, что грех непременно приведет к гибели и обетование того, что милость Божью никто не отменял. И вот в 30 главе начинается все тоже с очень и очень значимого для современного читателя момента, когда Господь говорит Иеремии, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Запиши это. Господь, собственно, по крайней мере, так Иеремии пишет, Господь мотивирует это вот как. Потому что наступают дни, когда я возвращу из плена народ мой и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Ну, предполагается обычно, что Бог повелел записать пророчества Иеремии в книгу, чтобы потом, когда они исполнятся, когда народ, потерпевший поражение от Вавилонин и погибший, вот когда он вернется из плена, можно будет убедиться в справедливости этих пророчеств. Хотя до некоторой степени это искусственное толкование. В конце концов, когда Бог исполнит все свои угрозы и обещания, в общем, будет понятно, что действительно все происшедшее входило в замысел Божий. И подтверждать подлинность Иеремийных пророчеств в данном случае не так важно. Гораздо может быть проще и рациональнее. Другая версия, говорящая о том, что Иеремия все-таки произносит эти слова не во время Иосии, а во время его преемников гораздо менее симпатичных людей, которые гораздо больше склонны к политической цензуре всего и вся, в том числе пророчеств. И с этим мы впрямую столкнемся тоже в этих главах. Да, и вот эти преемники Иосии, как Седекия, так и Иоаким, представляют большую опасность для всего живого. Малосимпатичные, горделивые царьки, готовые ополчиться на любое слово, которое будет им не по шерсти. И гораздо более простое, логичное предположение, что Бог повелевает Иеремии записать слова пророчеств в книгу, чтобы они не пропали. Потому что и царь, и жители Иерусалима с большой легкостью сделают вид, что ничего этого не было. Как скажет позже Бог через пророка Иезекииля, но пусть знают, что был пророк среди них. Вот чтобы знали, что был пророк среди них, повелевает, вероятно, Господь Иеремии записать эти самые пророчества в книгу. И вот слова, которые, собственно, Бог, по-видимому, и повелевает записать, то, что он говорит об Иуде. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. С одной стороны, тоже можно счесть эту фразу, и подобная ей, очень похожая на нее фраза дальше, ну, некоторой такой поэтической конструкцией. Голос ужаса, а не мира. Вместо мира, в котором могут люди как-то жить и процветать, вот смятение, ужас, война. И вполне вероятно, да, что так оно и есть. Важно также, что сама конструкция этой фразы предполагает, что все-таки нормальным, нормальным является голос мира, а не голос ужаса и смятения. Вот что невозможно не заметить, когда ты читаешь вот такого рода пророчества. И дальше Господь говорит о том, что происходит что-то совершенно ненормальное. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? Почему же они все такие бледные? Это же мужчины, а не женщины. И все идет наперекосяк. Потому что это бедственное время для Иакова. Горе велик этот день не было подобному ему. Пророк говорит о том, что те, кто по идее могли бы, и даже, может быть, должны были бы, служить опорой для других, ведут себя, как люди, которые никому, даже самим себе, не могут быть опорой. Лица у всех бледные. И действительно, это день великого горя. Бедственное время для Иакова. Ну, тоже, вероятнее всего, конечно, речь идет о самом конце 600-х годов, там, в 600-м, в 599-м, да, когда уже приближается завоевание и осада Иерусалима. Ну, вот Господь говорит, это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Господь обещает, что это бедственное время не будет окончательной гибелью. В этот день, говорит Господь, сокрушу ермо, которое на твоей шее, и не будут уже служить чужеземцам. Это, на самом деле, фундаментальная мысль для Ветхого Завета, для библейской культуры и для того контекста, в котором разворачиваются новозаветные события. В тот день, который сам Бог называет днем посещения, день, когда будет избавлен Иаков. Вот этот день, бедственное время, из которого Бог выведет Иакова, это время, когда ермо рабское, ермо на шее народа Божьего будет сокрушено, и узы его, сковывающие его узы, будут разорваны, и не будут уже служить чужеземцам. И не будут уже служить чужеземцам. Знаете ли, когда израильтяне прислушиваются к тому, что Господь Иисус через полтысячи лет после этих пророчеств говорит о наступлении Царства Небес, о том, что вот обещанное Богом Царство приходит в эту жизнь, в первую очередь, первое и главное, что от Него ожидают, это уже не будут служить чужеземцам. Со времен Иеремии на самом деле на земле Израиля, примерно вот с 599 года до Рожьего Христова, сменяли друг друга то одна империя, то другая, и все они вот железной рукой принуждали жителей этой страны к повиновению, к тому, чтобы служить чужеземцам. И это виделось, как что-то радикально несоответствующее обетованиям Божьим. Вот эта власть чужеземцев, причем не просто чужеземцев, это же вам не времена религиозной толерантности. Власть чужеземцев, в первую очередь, означает власть язычников. И мы увидим, да, в эту эпоху и позже и разрушение храма, и осквернение, и мерзость запустения, стоящая на святом месте. Вот служение язычникам, власть язычников, то, что считается, воспринимается как самое болезненное и мучительное. На фоне прошедших двух с половиной тысячелетий у нас есть достаточно разный опыт, как разные народы сталкиваются и решают эти проблемы. Кто-то, охваченный сентиментом, начинает там бессовестные войны за восстановление империи. Таких случаев мы знаем очень-очень много. Да, кто-то по-другому, наоборот, пытается устроить свою жизнь. Но вот Библия не предполагает, что это нормально, жизнь под властью язычников. Кажется, что как-то надо это делать по-другому. И весть о том, что вообще жизнь подлинная, она в другом измерении происходит, прямо перпендикулярно вот этому всему служению чужеземцам или не чужеземцам Царства Божия внутри вас. Это, конечно, шокирующая вещь. Здесь, смотрите, Господь обещает в 8 и 9 стихах Собственно, вот что, что уже не будут служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, Царю своему, которого я восстановлю им. Строго говоря, до 599 года на престоле, конечно, в Иерусалиме потомки Давида. Однако здесь Господь говорит о Давиде, Царе, которого он восстановит им. И скорее все же имеется в виду вот действительно такая чехарда правителей из царского рода, которые сменяли друг друга на престоле в последние годы перед крахом. И так будут служить не чужеземцам, а Господу Богу своему и Давиду. Речь идет таким образом о свободе, свободе исповедания и свободе национальной. Обратите внимание, что на самом деле перевес, отданный чужеземцам язычникам или перевес, отданный служению Господу Богу, выбор между одним и другим это и есть то, как представляют себе израильтяне суд Божий. Суд Божий вовсе не какое-то, знаете, как в средние века смешные и нелепые картинки изображали, кто там что у кого взвешивает. Нет. Кому Бог даст победу? Чужеземцам, язычникам или тем, кто будет служить Господу Богу своему и Давиду. И вот Господь говорит, и ты раб Моиаков, не бойся и не страшись, не бойся и не страшись, потому что я спасу тебя из далекой страны. Их еще не угнали в эту далекую страну, только все к тому идет, они видят, как наступающий Навуходоносор со своими войсками вот так угоняют в свою страну лучших людей, соседних, завоеванных ими народов. Еще пока Иаков и Израиль не завоеваны, но вот уже близко при дверях. То есть само по себе предположение, что если Навуходоносор завоевает Иерусалим, он угонит большую часть народа и лучшую часть народа в плен, тут пророкам-то быть не требуется, видно и известно, что Навуходоносор так поступает со всеми, вавилонии не так поступают, а вот удивительно, чудо, в котором реализуется вмешательство Бога, этим чудом будет то, что я спасу тебя из далекой страны. Вот это Бог обещает, я спасу тебя из далекой страны. Нас еще не угнали, а он уже говорит, что он нас оттуда выведет, для того, чтобы мы действительно могли не бояться и не страшиться. Вот, и возвратится Яков будет жить спокойно, потому что я с тобою, чтобы спасать тебя. Надо сказать, тобою дострое высказывание. С одной стороны, очень радостное и утешительное, прекрасно, чудесно. Бог с нами для того, чтобы нас спасать. Когда у тебя все хорошо, когда у тебя расцветают яблони и груши и экономика, тебя не надо спасать, у тебя все хорошо. Господь говорит о том, что он вместе с народом Израиля, я с тобою, чтобы тебя спасать, чтобы вытащить из ямы, чтобы вытащить из той ямы, в которой люди оказываются. И поэтому получается, что он не только обещает помощь и защиту и какое-либо благоденствие, но он говорит о том, что жизнь вещь трудная, и в ней есть чего бояться, есть чего бояться, но Бог с нами, чтобы спасать нас. Это на самом деле две довольно разные парадигмы, потому что большая часть людей, христиане в том числе предпочитают жить в таком предположении, что мир легкий, прекрасный, замечательный, все в нем должно идти хорошо, и еще и Бог с нами, чтобы как мультипликатор положительный умножить наши доходы. А на самом деле мир трагичен, мучительен, жить в нем бывает весьма и весьма страшно. Ну, просто потому, что мы такие, и Бог с нами, чтобы спасать. Вот такое очень важное тоже заявление, которое Бог делает для людей, которые, собственно, вот и нарушили его завет. И дальше, посмотрите, в тексте, начиная с второй половины этого одиннадцатого стиха, в пророчестве все время авторы, то есть Бог и Иеремия пытаются найти некоторый такой баланс, выразить словами то, что в коротких словах не формулируется, не формулируется, не выразишь, потому что Бог говорит о том, что я истреблю все народы, тебя не истреблю, но буду наказывать тебя в мире, в мире, но не наказанным не оставлю тебя. То есть, Бог не говорит о том, что ну ладно, тебе, тебя не будем наказывать, нет, не наказанным не оставлю тебя, но здесь будет некоторая мера, мера беззаконий и мера наказания, потому что Господь дальше говорит, твоя рана неисцелима, никто не заботится о тебе, никто не пытается исцелить тебя, и все это результат того, что я поразил тебя за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. И вот в 15 стихе повторяет то же самое Господь в пророчестве, что ты вопишь о ранах твоих, о жестокости болезни твоей, по множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Ну и вот люди обычно ведь говорят, что ну нас несправедливо, Бог наказывает, за что? Мы такие молодцы, мы такие прекрасные, все делаем правильно, а нам так мучительно, больно, трудно, страшно, что как это вот это, мучительно, стыдно за бесцельно прожитые годы, прочее, прочее. А Бог говорит, ну подожди, да, когда я вижу, что болезни твои жестоки, и да, это сделал я, потому что грехи твои умножились. Нет, люди не готовы признать, принять, согласиться на вот какую-то такую связь между мучительностью жизни, тяжестью того, что является действительно карой Господней, что это все за наши грехи, мы ни в чем не виноваты, и поэтому люди несут всякий бред насчет того, что там то не мы такие, время было такое, и так далее, и тому подобное. Мы сначала строим людоедское общество и людоедскую жизнь, а потом говорим, что ах, людоеды больно кусаются, ну, ребят, я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Нет, нет, это не мы виноваты, понимаете, вот, это в истории, в том числе в истории нашей страны, ну, прямо шаг за шагом, куда ни посмотри, все время вот так. Мы прекрасные, мы там, ну, и в Израиле то же самое было, мы народ богоносец, троллевали, да, а нас так вот сильно наказывают. Нет, 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 я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Вот не приняв справедливость этого, дальше двигаться невозможно. Невозможно. Если ты прячешься от этого, если ты не хочешь признать, что грехи твои умножились, ну, ты так в этом и будешь оставаться. Но Господь Иеремии говорит дальше, я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих. Вот этот пластырь, что-то такое, повязка из каких-нибудь ранозаживляющих растений, вроде смокв и ткани, вот этот пластырь, который налепляют на рану для того, чтобы исцелить его, этот образ, который здесь в следующих главах будет встречаться в пророчествах Иеремии очень-очень часто. По-видимому, как-то это так запечаталось в голове пророка, что он этот образ все время использует, использует, использует для того, чтобы сказать о милости Божьей, Бог действительно причиняет раны по множеству беззаконий наших, но он и исцеляет эти раны, и на самом деле, кроме него, никто и не может их исцелить. Вот, исцелю тебя от ран твоих, и дальше Господь говорит, возвращу плен шатров Иакова и в еще неразрушенном городе говорится, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесут из них благодарения и голос веселящегося. Таким образом, Господь говорит о восстановлении после катастрофы, после разрушения, после изгнания в плен, о том, что он вернет людей, и они отстроят город заново. Но согласитесь, что зная такое пророчество, ты по-другому будешь относиться к своему пленению, чем если бы такого пророчества никогда не было. демократии, Господь говорит через Иеремию, сыновья его будут как прежде, предстоять предо мною, будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его. Ну, вообще говоря, маловероятно, чтобы речь шла о какой бы то ни было демократии. Нет, конечно. Скорее, все же, разговор здесь идет о том, что в течение длительного времени вождем, начальником, лидером, наместником на земле Израиля будет какой-нибудь чужеземный сатрап, чужеземный сатрап, который ну, собственно, как всякие глава оккупационной администрации будет заботиться только об этом, только о своих оккупационных проблемах. Вот, но Бог обещает, что будет вождь Израиля из него самого, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь. Во-первых, речь идет о том, что действительно приблизиться к Богу сам собою это опасное и безрассудное предприятие, как Исаия, помните, первый иерусалимский Исаия говорит, горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот, не может человек приблизиться к Богу и не умереть. Кто отважится сам собой приблизиться ко мне, говорит Господь. Но владыка Израиля произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Вот, именно вот это приближение некоего владыки Израиля, вождя его к Богу, близость между Богом и этой владыкой Израилем, делает сразу из этого 21 стиха не только и не столько обетование о возвращении из плена, сколько все же мессианское пророчество, или по крайней мере, как это с мессианским пророчеством часто бывает, двоящееся пророчество. С одной стороны, мы спокойно, без больших натяжек можем отнести, например, эти слова 21 стиха 30 главы к Зарававилю, который меньше, чем через столетие, там, где-нибудь лет 80, чуть больше, чуть меньше, возглавит своих соплеменников и приведет первый караван репатриантов обратно из Вавилонского плена в Иерусалим. Да, но слова о том, что он приступит ко мне и я приближу его, ну, заставляют усомниться в том, что в самом деле именно Зарававиль в полном виде, целиком и полностью исполнил это пророчество. Но даже в конце концов, важно для современного читателя задумываться над продолжением этих слов. Господь говорит, вот у вас будет некий вождь из вас самих, он будет близок мне, и я буду ему близок, и это я сделаю, потому что сам собой никто не может ко мне приблизиться, это не то, что он там такой, понимаешь, духовно возрос, нет, я буду близок к нему, и вы будете моим народом, и я буду вашим богом. Тоже обетование, которое неоднократно повторяется на протяжении там 30-х глав, вы будете моим народом, я буду вашим богом, тем богом, который бодрствует над своим народом. Понимаете, в те времена ведь, конечно, практически все боги местно-национальные, мы уже не раз обращали на это внимание, да, и каждый из этих богов бдит, бодрствует над своим народом, над своим народом, чтобы заботиться о нем, защищать его, взращивать благополучие, прочее, прочее. То есть, на самом деле, местно-национальные боги народов этого мира, у каждого народа свой, они по большому счету исполняют те функции, которые должны были бы исполнять нормальные правители, ну, только что правители это никогда не делают, и где их возьмешь нормальных в любом мире, что в том, что в другом каком-нибудь, в любой эпоху. Вот и здесь, да, боги народов, которые на самом деле идолы, боги народов должны обеспечить защиту, победу, порядок, мир, ну, некоторую степень минимальную, если этого есть в особенностях национальных, каких-то там нравственных ценностей, ну, и ясное дело экономику. Вот, когда господь говорит, я буду богом, впечатление такое у читателя, и, может быть, это верное впечатление, что, ну, вроде бы, в течение какого-то времени, от выхода из Египта до царя Иосии, господь Саваоф был богом этого народа, привел его в эту землю, поэтому стал, да, занял вакантную должность, прости господи, бога и этой земли тоже, вот он был богом этого народа. Потом что-то произошло, драматический разрыв, народ в плен, бог наказывает его, и вот теперь он обещает, что вы будете моим народом, и я буду вам богом. Вот это, вот это, эти отношения защиты восстанавливаются. Конечно, иллюстрации к этому можно вспомнить слова Господа Иисуса Христа, который говорит Иерусалим, повевающий пророков, как птица собирает птенцов своих подкрылья, хотел я собрать тебя. Вот этот образ духа, как птицу, носящегося над водами в начале творения, образ Бога, который, как птица под крылья собирает детей Иерусалима, вот что стоит за словами «Вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Иерусалима, но при этом Иеремия снова и снова обращает внимание на то, чтобы ни в коем случае его слушатели и читатели, он же уже в книгу пишет, не подумали, что нет, нет, все будет хорошо, поэтому он говорит, вот яростный вихрь идет от Господа, идет он, падет на голову нечестивых, пламенный гнев Господа не отвратится, пока он не совершит и не выполнит намерение сердца своего. Вот оказывается любовь Бога вот такая требовательная, требовательная, и он не отступится, пока не совершит это очищение.